Дорогие друзья, друзья, сегодняшний воскресный день называется по церковному уставу неделя перед Рождеством. Вот неделя это, то есть, день, когда мы оставляем все дела свои и все посвящаем Богу. То есть, не делаем буквально ничего того, что не угодно Богу. Конечно, и всю жизнь мы с вами должны так посвятить, но согласно заповеди, данной еще Господом через Моисея народу израильскому, что шесть дней есть у тебя, чтобы делать все дела твои. День же седьмый – покой, то есть, оставление всех прежних дел, и он посвящается Богу. С светхозаветных времен седьмой день был установлен только для молитвы, для воспоминания божественного водительства Богом-человеком. И вот сегодняшний воскресный Евангелий очень ярко об этом свидетельствует. Ну и апостольское послание, конечно же. Вот я вам читал самые первые строки из первой главы Евангелия от Матфея. Она так и называется, эти первые строки, это первое зачало, книга «Родства Господа Иисуса Христа». Ну или по-простому «Родословная». Вот почему же в эту неделю, неделю перед Рождеством, воспоминаются все те люди, которые так или иначе, хотели они или не хотели, но стали родственниками Господа Иисуса Христа. И что значит быть родственником Господа Иисуса Христа? Что значит войти в историю под этим удивительным и неповторимым переменованием. И вот среди этих людей, знаете, конечно же, самые разные люди. И богатые, и бедные. Знаете, и порядочные, и не очень порядочные. И люди, которые всю жизнь свою посвящали Богу и веровали, можно сказать, на 102%. И люди, которые свою веру обрели, может быть, под конец только своей жизни, и совсем на то не надеялись, вдруг стали верующими людьми. Или на бородках тот же Соломон, который искренне веровал с самого детства, можно сказать, но к концу своей жизни настолько погряз, грязных таких вот неприличных, знаете, что даже и говорить об этом неприличном цели. Но покаялся. Из-за его покаяния Господь прощает его и дарит ему наследника. И через этого наследника мы имеем возможность говорить о его потомках. Знаете, вот здесь для нас должна раскрыться удивительная, невмещаемая в сердце человека, любовь Божия. Вот мы всегда, знаете, просим Бога, чтобы Он помиловал нас, простил нас, знаете, как-то сжалился над нами, наставил нас. Но все это именуется Словом любовь. И любовь не человеческого, знаете, измерения, не земного, а божественного, не весна. И вот чтобы, знаете, вот понять, вот как вот Господь может меня любить вообще. Вот за что? Каждый из нас вот спросит, Господи, ну на что вот ты меня любишь? На что? Знаете, нет такого ничего, знаете, все вверх, все вверх, все право. Знаете, все слабость, все какая-то суета, знаете, все какое-то такое вот непонятное вообще, несвязуемое. Но где-то в глубине души, кто-то Господу известный в дел, есть то, на что у нас, знаете, вот каждый из этих людей, которые послужили делу Богового воплощения, было что-то такое удивительное, что их не просто Господь возлюбил, как там, ну пророков каких-то или праведников, даже, знаете, а возлюбил надёг их своими родственниками. Представляете, насколько это вообще для ветхозаветного человека, израильцей, раненых, было священным. Знаю, вот каждый из нас имеет какие-то радости, знаете, ну кто-то даже награды какие-то, преференции. Но никто из нас не может сказать, что Он родственник Бога стадает. Вот настолько это удивительное, сокровенное слово, в котором жило несколько поколений, несколько десятков поколений людей до Иисуса Христа, до Рождества Христового. Но в нашей жизни, знаете, ведь мы удивительно счастливые люди с вами. Наши дети не менее счастливы, потому что мы с вами не просто родственники, знаете, какие-то далёкие, которые жили за 100, за 500, за 1000. Да, Рам жил почти полторы тысячи лет назад, знаете, а его предшественники и того больше. Ведь Господь называет нас братьями с вами. Представьте себе, то есть если те ветхозаветные люди мечтали о том, как бы глазком увидеть Господа, как бы маленькие, может быть, каким-то, знаете, вот, прикосновением прикоснуться, и те евангельские личности, которые желали только издали посмотреть на Господа, и прикоснуться к одежде Его, знаете, и исцелялись, то мы с вами ведь называемся братья и сёстры Господа нашего Иисуса Христа. И более того, не мы себя так называем, а Он так нас называет, что вы придите, наследите обетование Отца Его Небесного. И через принятие вот этого обетования Небесного Отечества каждый из нас усыновляется Господу Богу Творцу через нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому, если мы Бога именуем Отцом, то Господь Иисус Христос, Единородный Сын, предвечно рожденный нам брат, знаете, а сёстрам Его также называют своим братом. Видите, вот это удивительное наименование, совершенно не вмещаемое ни в какое человеческое сознание или сердце. Вот как можно назвать Господа братом? Знаете, как вот, что в этом слове, что в этих словах, звуках для нас отзывается? Ну, хорошо, если кто вырос в многодетной семье, да? А кто-то вырос в один семье, знаете, вот у него не было ни братьев, ни сестер, и он даже не знает, как это назвать, как человека этим словом. Ну, может быть, у кого и был брат или сестра, но какие-то негутёвые, знаете, с которыми отношения ты не знаешь, как строить, которые причиняются только боли, только сердечной. Вроде и братом, знаете, а как чужой человек. Вот удивительное дело, что, приходя в храм, мы совершенно чужие друг другу люди, выросшие кто где, в храм, мы имеем удивительное качество называться братьями и сестрами. Только благодаря тому, что однажды Господь Иисус Христос принял благословение Отца Небесного, чтобы стать в свое время Искупителем, агнцем и порочным за грехи и принесенным жертвами. И когда Святая Троица на предвечном совете устанавливает, что творение человека возможно только по образу и по подобию, и когда устанавливается, что человек наделяется божественным качеством, свободой своего произволения, то эта свобода всегда сопряжена с очень трагической, знаете ли, безответственностью. И ввиду этой возможности только, Господь Иисус Христос именно тогда принимает на Себя удивительное обязательство, что если и впадет человек в грех, то я сделаю все необходимое, чтобы тот человек из греха восстать. Вот насколько удивительная, промыслительная, божественная любовь нас соделывает. И в этот день снова и снова, знаете, я вас сердечно подпишу, что вы приходите в храм, молитесь Богу. Да, мы все грешны, знаете, сколько человека лет, столько и сопровождает его эту никчемность какая-то, знаете. Но верою мы живы, знаете, и Господь именно нас, немощных, больных, коллег, знаете, таких вот, каких-то несуразных вообще, но привел в Церковь, привел к себе, возложил на нас свое гермо, своей божественной, христовой любви, и мы, знаете, вот, откликнулись, знаете, вот, мы откликнулись Богу на Его призыв, и за это Он настрелил. Знаете, за это Он дарует нам все, что нужно. Даже более того, может быть, иногда слишком много нам дает, больше, чем мы можем поместить. Но в этом Его божественная любовь, потому что Он не смотрит ни на одежду, ни на положение человека, а на то, что Он откликнулся когда-то. И когда у вас будет совсем трудно, скажут, ну за что вот меня любить? Не за что. А вы вспомните, что вы однажды сказали да. Когда Господь сказал, пойдем к вам, пойдем молиться, пойдем к Богу служить, или сказали, пойдем к Богу. Знаете, так просто, без всяких каких-то, знаете, обязательств, без каких-то подписей, просто пошли и пришли в храм, знаете, остались в храме. Я искренне благодарю вас за это. Но вы старайтесь оправдать доверие Божие, знаете. И вот в этот день, когда вся страна отсыпается, знаете, вы тоже не отсыпаетесь, а пришли и помолиться и за себя, и за родственников, и за детей, и за внуков. Это очень дорогого стоит. Очень дорогого. И помолимся о том, чтобы в этот день молитвами святого мученика в Унифате, Господь дал нам, нашим родственникам, нашим детям, нашим внукам удивительное качество. Когда Он позовет их, чтобы они ответили один, чтобы ответили да, чем-то поможет нам Христос Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!